влагозарядный полив что это такое для чего нужен когда его делать и когда не делать обо всем разговариваем в этом видео здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем канале посвященном виноградовству и винодели зовут меня светлана я биолог по образованию виноградарь по призванию с нами выращивание винограда понятно и доступно многие из вас наверняка слышали о таком приеме как влагозарядный полив многие из вас спрашивают когда же его нужно делать делать его в теплице а вообще раньше мы проводили влагозарядный полив да потому что считается что он помогает нашим лозам лучше пережить зиму но в последнем году мы от этого отказались и вот почему первое это вообще время второе смотрите ну вот на этом участке вода у нас постоянно это деревенский участок на дачном участке как и в принципе во многих садовых товариществах вода сезонная и и отключают несколько раньше дай чем нам нужно провести этот агроприем более того в беларуси осени как правило дождливые наверное может там из 10 осени но она такая более-менее будет сухая остальное дождь дождь и дождь и это осень не исключение да у нас был замечательный сентябрь такой неплохой октябрь но сегодня у нас вообще 11 ноября и почва очень хорошо увлажнилась несмотря на то что год вообще был засушливый даже там где было очень сухо теперь уже очень влажно соответственно вопрос так зачем зачем нам увлажнять если в принципе так она увлажнена это раз второе опять же мы разговариваем про наши климатические условия смотрите даже если осень более менее сухая все равно нас так или иначе приходит какой-то снежок то есть сильные морозы на голую сухую землю у нас приходят крайне крайне редко и поэтому необходимости давать влагу в почву нет абсолютно никакого смысла еще один момент смотрите то за что нас всегда ругают ваш виноградник в буря не как так можно нужно выращивать только под черным паром зачем смотрите вот у нас естественное скажем так укрытие почвы которая тоже будет препятствовать ее промерзанию природа сделала все за нас мы травку не трогаем раз да дождики идут и как я уже сказала наши климатические условия ну очень редко у нас бывает когда сильный сильный мороз на голую землю приходит поэтому в нашем случае влагозарядный полив проводить вообще не имеет никакого смысла это лишняя трата своего времени но если вода у вас по счетчику то и денег тоже причем немалых а более того смотрите влагозарядный полив опять же я сейчас говорю про наши условия про беларусь и ну примерно еще средняя полоса до на нашей широте будет более-менее то же самое смотрите для того чтобы виноград хорошо зимовал у него не просто должна вот вызреть покоряченеть глаза он еще влагу сбрасывает лишнюю чем меньше влаги там в лозе тем она более устойчиво к морозам а мы ему добавляем водички зачем конечно допустим если мы по прогнозу вот у нас сейчас абсолютно сухая почва да и и долго не было никаких дождей еще мы ее рыхлили такие молодцы у нас через два-три дня мы видим что придут там морозы минус 10 на голую землю дай мы понимаем что лоза уже находится совсем в таком спящем состоянии да тогда может и есть смысл сделать этот влагозарядный полив но в нашем случае да опять же видите что еще еще и лист висит и сейчас влагозарядный полив это только вред лишним и даем лишнюю влагу лозе и бывают такие случаи когда вроде бы вызревшая лоза плохо зимует вплоть до того что ее начинает рвать потому что избыток влаги и слишком много у нас вообще в нашем регионе как такового недостатка влаги бывает крайне крайне редко и еще я вам расскажу один пример к сожалению у меня не было возможности это снять когда я была на месте на втором участке на дачном и нет возможности сейчас часто перемещаться так вот история значит теплицу наши многие видели по бокам растет виноград посреди грядка эту грядку мы уже второй год ничего туда не садим потому что не совсем это удобно выращивать и виноград и что-то еще так вот два года назад точнее в прошлом году мы прививали там черенок в теплице и остаток черенка торкнули в землю в эту грядку пошел из него расти саженец наступила осень прошла осень была не самая лучшая при этом это центр теплицы там никто ничего не поливал там земля сухая более того на даче у нас почва песчаная через которую все уходит как через сито и вот этот саженец он остался там зимовать ничего с ним не делали никто ничего не не укрывал и казалось бы смотрите то есть укрытия нету земля сухая вообще совсем сухо он должен был вымерзнуть нету не вымерз он прекрасно проснулся весной да и прекрасно рос весь этот сезон то есть сухая почва опять же в нашем регионе это не так страшно при том что там понимаете не снега не укрытия вообще ничего не было опять же отвечаю на ваш вопрос а в теплице надо делать влагозарядный полив смотрите если у вас конечно промышленно огромнейшая теплица да то там наверное влаги может быть недостаточно но если у вас стандартная до удачные теплицы там метра три то корни вашего винограда уже давным-давно вот там снаружи и и там есть влага и почва не такая уже сухая поэтому необходимости во влагозарядном поливе там нету ну если очень хочется тоже еще рано перед самыми самыми морозами можете там немножко увлажнить но повторю еще раз что для нашего региона это не актуально для кого это может быть актуально для тех у кого там очень такой континентальный климат какая-то степная зона где действительно на очень сухую почву приходят сильные морозы ему 10 и 15 градусов там где почва очень сильно промерзает да там это актуально то есть понимаете для определенных регионов для определенных климатических условий да в этом может быть смысл но конкретно вот в наших регионах с нашим климатом с нашими почвами и в том числе вот с нашим возделыванием винограда в задернение в этом нет никакой необходимости поэтому не делайте лишнюю работу не вредите вашим виноградным лозам вот тем кому то действительно надо там где действительно очень сухо там где действительно приходит сильный мороз на голую землю да там это имеет смысл а мы можем расслабиться отдыхать для нас в этом необходимости нет надеюсь ролик был вам полезен большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда и наш контакт до новых встреч